Приветствую! А в чём ваш вопрос, Анна? Ну, то есть, вот вы выдаёте, вы пишете свой текст, я не совсем понимаю, в чём ваш вопрос, чего вы хотите. Что вам, собственно, нужно от психологов вообще? Что вы хотите? Какой помощи вы хотите? Это первое. Второе, ну, как вот я увидел, вы очень привязаны с своими родными, вот, и боитесь, что с ними что-то случится, вот. Не доверяйтесь себе, вот, и, в общем-то, недолюбливайте себя сами. Вам не хватает любви, вам не хватает внимания, вот, и вы пытаетесь это добрать через других людей, через своих близких. Вот. А я думаю, я думаю, что, конечно, это достаточно важный момент, то, что вы не полагаетесь, получается, на себя, вот. То есть, вы, ну, не можете положиться на себя, то есть, у вас не получается это сделать. То есть, вы, ну, не знаю, может быть, сомневаетесь в себе, может быть, есть ещё какие-то аспекты, которые вы здесь не описываете, вот. Вот. А вы говорите про свою маму, вот, которая выпивает и в которую совершенно очевидно вы тоже боитесь, боитесь потерять. Вот. Вы говорите про свою маму. И я делаю вывод, что ей, вероятно, также не хватает любви, ей также не хватает, а, какой-то вот, а, заботы, да, какой-то ласки. Какого-то тепла, может быть, так, как и вам, да. То есть, вот вы говорите, что у меня всегда не хватало любви отца. Вот. 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 То есть, тут вот. Хотелось бы спросить вас. А как, как, как вам, да, вот. ну его не хватало, то есть в всём проявлялась нехватка, в всём проявлялась нехватка любви. Мне кажется, это такой достаточно важный момент, если мы хотим опять же разобраться в том, что вы пишете и вам помочь. Ну, как мне думается, ваша боль связана с нежеланием брать личную ответственность на себя за свою жизнь. Вот. Я так думал. Нам во всем по порядку. Итак, папа, которому мне было мало в всю жизнь и с которым мы начали общаться последние два года очень хорошо. Вот, в чём чувствовалось, что вам мало, ну, папы в всю жизнь? Как это проявлялось? То есть очевидно, что вы что-то чувствовали, очевидно, что вы что-то ощущали. Это очевидно. Как проявлялась нехватка любви отца? Почему вам не хватало любви? Какие вот ваши собственные представления о себе блокировали принятия того уровня, наверное, того уровня любви, который давал вам ваш папа. То есть он ведь не мог вам дать больше, допустим. Он не мог дать вам больше, чем он давал. А вы как бы от него это, получается, требовали. Требовали и, получается, ну, получается, ждали от него этого. То есть тут вот мне кажется, нужно определить этот момент. Если была потребность, да, то какая и в чём она заключалась. Дальше. Так, он всегда понимал меня, поддерживал, хотя когда я и когда он умирал, бабочка говорила про него плохие вещи, обозначая его минусы. Ну, то есть вот здесь чувствуется, что вы очень привязаны своим родным. Вот. Ну, на мой взгляд. Так. Выглядит, выглядит. Он всегда понимал меня, поддерживал. Понимал в чём оно. В чём вы начинались в поддержке. То есть понимаете, вот это, вот это, вот то, что вы говорите, да, это просто очень похоже на то, что вы пытались за счёт отца, да, ну вот. Опять же, получить точно то, чего вам не хватало. Я не говорю, что это прямо плохо. Да, я не хочу сказать, что это прямо плохо. Но это делает вас такой вот зависимой, наверное. Это делает вас зависимой от окружающих людей. Может, она думала, что мне легче станет. Рассказывала уже свои подробности в его жизни, где он был ко мне на словке. Я думала, она с мамой. Ну, вообще, звучит, как защита такая. Да, это признаться, что ваш отец для неё тоже что-то значил. Ну, возможно, тяжело. вот ну ей вероятно это было тяжело делать а проще было проще принявить проще принявить это очевидно и вот так делает не только ваша бабочка так покупают довольно ну довольно многие люди достаточно много людей так так повезет так я все равно его люблю потому что он очень хорошо меня чувствовал нет Анна вы знаете я хочу вас расчаровать наверное расстроить но нет как видно в этом предложении нет ничего что говорила бы о ну о том что у вас есть к нему любовь любовь потому что любят любят не за что-то любят а любят просто просто потому что человек есть ну просто это стучит человек поэтому любят вот а вы видите вас есть у вас как бы ну причины у вас есть причина вот вы говорите потому что он потому что он меня чувствовал вы говорите вот А если бы он не десел, да, то, соответственно, не любили бы его, то есть, ну, вы, вы понимаете, как это, просто, вот, выглядит, вот. То есть, я допускаю, я допускаю, что, что вы могли, как-то вот, что-то не то сказать, да, я допускаю, что вы могли что-то не то сказать, ну, что сказалось не то, что думаете, вот, не то, что чувствует. Допускаю, допускаю, такой момент, вот, но все же вот непосредственно, если говорить непосредственно, то это вот так. То есть, нельзя любить кого-то, потому что он что-то делает для, например, вас. Любовь, это безусловное принятие. Знаете, а вы далее описываете, вы далее описываете свою жертвенность, свое жертвенное поведение, как вы, ну, вот, как вы говорите, столько всего делали для него и так далее. Вот. То есть, вот, прямо чувствуется, прямо чувствуется, чувствуется ваша жертвенность. Вот. И эта жертвенность, она, в общем-то, подтверждает тот факт, что ваша любовь была, ну, не совсем, не совсем любовью, скажем так. Вот. То есть, это было не только любовь, это было еще и потребность. Какая-то. Ну, ну. Дальше. Так. Значит. Я знаю, что на многих поступках он на многих поступках сожалел. Откуда? Мне обидно, что он хотел продавать машину, дать какие-то деньги перед смертью, но так ничего не оставилось. И вот у мамы в Украине получить наследство проблемы. А почему вам обидно? То есть, ну, какое значение для вас имеют эти деньги? Нет, я вас не освеждаю, просто хотел бы понять. Хотел бы понять ваши, ну, ваши чувства. Хотел бы понять ваши переживания. Хотел бы понять, что вы ощущаете. Если честно. Потому что вы говорите про боль. Вот. Ну, про свою боль вы говорите. Вот. А здесь, получается, вы говорите про, в том числе, деньги. Вот. А какого рода тогда у вас боль? Вот. Ну, я повторюсь. Я повторюсь. Я вас ни в коем случае ни в чем не обвиняю, да. Ни в коем случае не хочу вас ни в чем обвинять. Я просто хочу вас лучше понять. Вот. Как можно лучше хочу вас понять. Вот. Это важнее. Не думайте, что я, что у меня цель в чем-то вас увлечить или что-то такое нет. Такой цели нет. Дальше. Так. Моя сестра по папе от второго брака получает теперь пенсию и будет еще получать лет десять. Мне обидно, что папа не думал ни о чем, не думал обо мне. То есть тут у вас как-то, знаете, есть противоречия, я бы сказал. Потому что в начале вы говорите, что папа думал о вас. Ну то есть я так вот понял, что вы не согласны с тем, что бабушка говорила, что он не думал о вас. То есть это были неприятные вещи, которые бабушка вроде как специально, значит, говорила, что вам было легче. Ну да, теперь вы говорите, спасите то же самое, что и бабушка. То есть тут вот как-то противоречие, на мой взгляд, наблюдается, его надо разрешить. Вот опять же, обидно. Вот обида, это что такое? Ваши ожидания, да, обида это ваше желание. Обида, вот обида, да, обида. И мне кажется, мне кажется, что очень важно вам взять ответственность за то, что вы хотите. Вот. Мне кажется. Очень важно взять ответственность за то, что вы хотите. Очень важно взять ответственность за свои желания. Вот. Очень важно отдавать себе отсчет в том, что вы хотите, в том, что вам нужно. Вот. Потому что в противном случае вам это просто может, ну, не дать спокойно жить. И вы так и будете продолжать, ну, обижаться, условно говоря, на бабу. Требуя от него, по сути, того, что он никогда дать, например, не мог вам. Ну, допустим. Допустим. А вот. В третобеде такая вот достаточно детская реакция. И если нужно работать, то за ней стоят адекватные желания ваши. Я потратила много своих денег, чтобы ездить к нему. Мне бы приходилось контактироваться со всеми его женщинами, хотя их характеры меня раздражали. Так. Я потратила много своих денег, чтобы ездить к нему. А зачем вы ездили к нему, если у него были женщины, которые вас раздражали? То есть, вы это делали, ну, давайте, вот, как-то признаемся, да, может быть, в том, что вы это делали для себя. Вот. Вы это делали для себя. Вы это делали, потому что, ну, потому что вам так хотелось. Вот. И вопрос у меня к вам, да, вопрос у меня к вам, если вы это делали, потому что вам так хотелось, то чего вам хотелось? Что вам нужно было? Что вам нужно было? Что вам нужно было? Что вы нуждали? Для чего было это всё? Зачем было это всё? То, что вы делали? Дальше. Так. Чем раздражали вас его женщины? То есть, мне кажется, это тоже очень важный момент. То есть, вы, зная, что отец живёт с кем-то ещё, да, ну, не с вами, да, а с кем-то ещё. Зная об этом, вы и, направившись к нему, вы раздражали его женщины, то есть, вы как-то вот негативно на них реагировали. Сложно, наверное, сейчас будет обозначено сказать, почему вам было тяжело их принять. Вот. Была ли это ревность, например, или было это что-то ещё? Ну, я думаю, что он ответит на вопрос о том, почему вас они раздражали, и поработать с этими чувствами, которые вы испытывали, когда, ну, видели их, например. Было бы здорово. Вполне вероятно, что это один из элементов, составляющих вашу боль. Ну, текущую боль, скажем так. Вот. Хотя, безусловно, 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 я в этом не уверен, да, и я не говорю сейчас, прямо наверняка я не хотел бы говорить. Потому что слишком много есть переменных здесь. Дальше. Несмотря на всё это, я не могу понять, что моего папы больше нет. Вам тяжело это принять, потому что вы боитесь отца одна вероятно. Я из-за дальнейшего череда смерти, я знаю, что вот моя любимая бабочка, боюсь за маму, которая к тому же сейчас выпивает. Нужно обработать за драком. Судя по всему, вы очень не свободны в своей вот такой среде социальной. Вот. Очень не свободны вы. И, в общем-то, именно не свобода, на мой взгляд, порождает тот страх, который вы сейчас испытываете. Ну, те переживания, которые вы сейчас испытываете. Так, я не могу больше вести с этим человеческой болью. С болью нужно работать со мной. Боль – это опыт, который вы игнорируете, к сожалению, пока что. Но работа с психологом поможет вам ее нивелировать, поможет вам ее раскрыть и позволит вам жить полной жизнью. Сейчас, сейчас ваша жизнь представляется мне как целиком и полностью зависящая от близких. Вот. А вы станете более независимыми. Вот. Это и самооценка, это и уверенность в себе, это и собственная реализация, это и формирование своей системы ценностей, это и реализация, и взятие личной ответственности, и работать со своими желаниями. Это и корректирование негативных установок. То есть, вот это все, Анна, вам необходимо. Выбирайте себе психолога и начинайте работать. Что касается того, что вы не можете принять смерть своего отца, то есть подозрение, что чтобы принять смерть отца, нужно принять его целиком. Далеко вы его никогда не принимали. Отца я имею ввиду. А почему вам тяжело принять его? Ну, в этом, в этом вам, кстати, тоже, тоже можно помочь. Вам можно помочь принять его уход. Вот. Можно помочь вам это сделать. Ну, с помощью некоторых методик. Вот. А пока что, пока что, я думаю, что он, мой коллега прав, сказав, что вы, ну, вы испытываете вину, вы чувствуете вину перед отцом. Вот. Правда, здесь, вот, в тонкости, да, в том, из-за чего вы испытываете вину. Вот. Возможно, из-за того, что не высказали ему всего того, что хотите, вот, из-за всех своих обид, может быть, не высказали. Вот. А теперь у вас, по сути, нет другого выбора, кроме как, например, идеализировать его по вашему мнению, ну, потому что он вас понимал, поддерживал и так далее. Вот. А вы себя, Анна, вы себя понимали, вы себя поддерживали, вы как к себе относитесь? Вот. Я так полагаю, что, ну, раз вы ездили к нему, там, за свои деньги, то вы совершеннолетняя, я полагаю. Если вы совершеннолетняя, то вам нужно быть достаточно самостоятельно. А по описанию вашему выходит так, что вы достаточно привязаны к своим родным людям. Вот. И это не означает, что родных не нужно любить. Вот. Это скорее значит, что, ну, просто у них, как у, ну, как у всех людей, в вашей жизни есть, есть своё место. Вот. И у них тоже есть своё место. И мне кажется, что, вот, то место, которое вы отвели, ну, своим родным. Вот. А оно, ну, чересчур. Вот. Так вот, просто чересчур. Чересчур, оно значимо, это место. Вот. Вот такой ответ я вам могу дать, значит, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам, а если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. А, в качестве лучшего моего ответа. Вот. А я вам желаю всего вам самого доброго. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Вот. Вот. Ну, а плохие мысли, которые у вас есть, они, в общем-то, не уйдут. Да, давайте, мы не будем говорить, что они уйдут. А они просто трансформируются во что-то такое, ну, во что-то, во что-то более, скажем так, позитив, позитивное. Да, во что-то такое более конструктивное, во что-то такое более важное, более значимое, более ценное. Вот. Для вас. Для вас. Вот. Вот. Я надеюсь на это очень сильно. Вот. Вполне вероятно, что, ну, на первое время вам понадобится, конечно, человек, 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 которому бы вы могли довериться, человек, на которого бы вы могли там положиться. Вот. Вполне вероятно. Это, это, в общем и целом, нормально. Вот. Не будете спросить о помощи, не будете быть слабой. Вот. Вообще, мне кажется, что вы боитесь быть слабой. Вот. Вот. Это еще один такой момент, который образует, в целом, вот, ту ситуацию, которую вы описываете. Вот. Я в этом не уверен. Конечно. Ну, я в этом не уверен просто потому, что не могу быть уверенным в том, что то, что я говорю, это, вот, соответствует на сто процентов с истиной. Вот. Ну, я надеюсь, что хотя бы часть, хотя бы часть из того, что я говорю, имеет, ну, имеет, имеет, имеет значение. Хотя бы, я надеюсь, что часть того, что я говорю, более-менее, более-менее значимо, важно и попадается. Вот. Я еще раз желаю вам всего доброго, я желаю вам удачи, надеюсь, что у вас все образуется. Вот. Не теряйтесь обращаться к специалистам за помощью. С помощью. Еще раз всего вам самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует...